84 административных правонарушения, двое пьяных водителей и три ДТП с пострадавшими. Для сотрудников госавтоинспекции прошедшая неделя выдалась напряжённой. У дома 35 по улице Александровича пострадала велосипедистка. Водитель 78-го года рождения, управлявший автомашиной Hyundai, движущийся в жилой зоне, не уступил дорогу велосипедисту, женщине 70-го года рождения, который двигался по тротуару. В результате данного дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил у нас телесные повреждения в виде ушиба левого коленного сустава. Также после осмотра врачом была отпущена домой. Ещё одно ДТП произошло у дома 13 по улице Курчатова. Выезжая из жилой зоны, водитель Lada X-Ray не уступил дорогу 84-летнему мужчине на электросамокате. В результате аварии последний получил множественные переломы ребер и был госпитализирован в КБ-50. Сейчас сотрудники ГИБДД решают, к какой категории относятся ДТП. При мощности до 350 ватт в час электросамокат уже не считается средством индивидуальной мобильности и приравнивается к скутеру. Если будет установлено, что это относится к мопедам, то есть там нужна категория M определенная для управления данным транспортным средством, и будет уже перефицирован сам факт дороже транспортного происшествия. Он пользовался преимуществом. В этот момент уже там будет у кого помеха справа была при выезде. Госавтоинспекторы весь август будут проводить профилактическую акцию «Дети летом». В ходе рейдов со специалистами Департамента образования правоохранители напоминают юным водителям велосипедов и средств индивидуальной мобильности правила дорожного движения. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.